Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 230-я серия программы «Самое важное. Жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Где-то я читал про одного известного российского актера, как на заре своей славы он поехал на одни из своих первых гастролей. И это была заграница, отель, ночной портье протягивает ему ключ от номера. Актер поднимается, открывает. Комнатка крохотная, кровать, шкаф, ванная. Но актеру все кажется прекрасным, все очень чисто. Вчерашний студент, он себя звездой еще не ощущает, вещей у него почти нет, поэтому все в порядке. Ну, как бы одно плохо, нет окон вроде бы как. Ну, тоже ничего, что тут ночевать же. Гастроли длились неделю. Всю неделю он уходит рано, возвращается поздно. И каждый раз персонал отеля смотрит на него все с большим интересом. Я бы даже сказал, ошарашен. Значит, признавался этот актер. Однажды он столкнулся на выходе с горничной. Она стала махать руками и говорить «Биг! Биг!». Но он, скромно потупив глаза, сбежал, прошептав «Синкью», он еще тогда английского не знал. В день выезда он позвал в номер партии горничную, чтобы они приняли номер. Проверили, что он не украл вешалок и тапочки. Они постучали, улыбнулись, вошли. А дальше произошло удивительное. Партия открыл дверцы шкафа и вошел в него. Оказалось, что всю неделю актер прожил в прихожей огромного люксового номера с панорамными окнами. И не знал. Ему в голову не могло прийти, что он достоин чего-то большего, чем эта прихожая. Он спал на узенькой кушетке, предназначенной для переодевания обуви. А два своих свитера даже не вешал в шкаф. Зачем? Они же не мнутся. Актер рассказывал, как он сел и засмеялся, а потом заплакал. Он жалел упущенную возможность жить с комфортом и смеялся над своими ожиданиями. Такое бывает, действительно. Иногда в гостиницах даже кровать стоит в прихожей. Уж не знаю, для каких нужд. Так вот, на берегу Генесарецкого озера, между городами Капернаумом и Тивериадой, располагался небольшой город Магдала, остатки которого уцелели и до наших дней. И теперь на его месте стоит только небольшой поселок Медждель. А в Магдале когда-то родилась девочка, выросла женщина, имя которой навеки вошло в евангельскую историю. Евангелие ничего не повествует нам о юных годах Марии, называемой Магдалиной. Но предание сообщает, что Мария из Магдалы была молода, красивая и вела грешную жизнь. Не уточняется, какого рода, но все мы понимаем. Грехи-то, в общем-то, одни и те же у людей. И в Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов. И с момента этого исцеления Мария начала новую жизнь. Она стала христианкой. Мы знаем, что Мария Магдалина следовала за Господом. Он ходил с апостолами по городам и селениям, проповедовал Царство Божие. И она была не одна, там была еще и Анна, жена Хузы, домоправителя Еродова, Сусанна и с другими. И она тоже служила ему от имений своих. И несомненно она разделяла труды по благовестию, особенности среди женщин. Евангелие повествует, что Мария Магдалина находилась и на Голгофе в момент распятия Господа. Когда все ученики-спасители разбежались, она бесстрашно оставалась у креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном. Мария Магдалина была верна Христу не только в дни его славы, но и в момент его крайнего уничижения и поругания. Она, как повествует евангелист Матфей, присутствовала при погребении Господа. На ее глазах Иосиф с Никодимом внесли в гробницу его бездыханное тело. На ее же глазах они завалили большим камнем вход в пещеру. И так мы помним, да, она пришла с женами-мироносицами, увидела всю эту картину, побежала к апостолам, значит, Петру и Иоанну, рассказала им. А Петр и Иоанн прибежали к гробнице, к пустой гробнице. А Мария шла медленно, и они уже там увидели, уверовали и уже ушли. А Мария только подошла в этот момент. Мы с вами в прошлой серии немножечко забежали вперед, но это не страшно. Вот эти серии надо поменять местами. Ну, может, потом мы как-нибудь и поменяем, а может быть, и не так страшно. Но почему я рассказал вначале историю про актера и гостиницу, и теперь вот про Марию Магдалину? Потому что она тоже стояла как бы в маленькой комнате перед закрытыми дверями и не понимала, что достаточно толкнуть эти двери, и они распахнутся в огромный мир. Христос своим воскресением открывает двери в мир надежды. Давайте прочитаем сегодняшний текст из Евангелия от Иоанна, 20 глава, с 11 по 18 стихи. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб. И видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Раввуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, «Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. Воскресение Христово открывает двери в мир надежды. Как свидетельствует об этом история Марии Магдалины? Два важных факта нашей жизни высвечивает воскресение Христа. Без воскресения Христа жизнь становится бессмысленной. Это первый и бесспорнейший факт. Без воскресшего Христа остается только плакать и разговаривать с могилами. Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб. Мария вспоминала Христа, того, кто нашел ее в этом мире, кто не побоялся молвы, изгнал из нее бесов, дал возможность почувствовать себя человеком. И вдруг все исчезло, все потеряло смысл, все, больше нет учителя, осталась могила. Знаете, когда вот умирает человек, живые иногда говорят, пойду маму навещу. Идут на могилу. Ну, мамы-то там нет сейчас, да, там лежат останки ее тела. Но вот могила превращается как бы в маму, то есть посещение могилы становится эквивалентом посещения мамы. Как вот в маленькой прихожке, да, когда можно по-настоящему с живым Христом побеседовать. Живой Христос явился ей, Христос воскрес. Перестаньте беседовать с могилами, говорит он нам. Те, кто умер во Христе, жив. Это не цветы на погосте, это живые люди. И сам Бог, это не какой-то знамени, это живой Бог. Беседуйте с Ним, разговаривайте с Ним. Без воскресшего Христа остается только опустошенность и бесплодные поиски. Жена, что ты плачешь, говорит, значит, кого ищешь? Унесли Господа моего и не знаю, где положили его. Эти слова можно сказать о многих христианских общинах, в которых нет Христа. Если Христос не воскрес, то все, что осталось от христианства, это только вот земные наши общинки, клубы по интересам. Это ужас, чур меня. Будешь искать Бога, а найдешь лжеца, лицемера, хвостуна, кучу несовершенных людей, самозабвенно поющих о том, во что они не верят. Но вот Христос все преображает. Он единственный, кто может дать ценность даже нашим собраниям несовершенным, чьей любовью можно оправдать наше существование. Бесполезно искать совершенство там, где нет Христа. Нет ничего более мерзкого, чем сообщество людей, собравшихся во имя Христа, если Христос не воскрес. Это самое лицемерное и лживое собрание было бы. Нет никакой надежды ни у кого, если Христос не воскрес. Поэтому ищите Христа. С ним даже несовершенная церковь умеет творить чудеса любви и созидания. Без веры в воскресшего Христа мы рискуем не узнать Бога. Что ты плачешь? Кого ищешь? Она думает, что это садовник. Говорит ему, господин, если ты вынес его, скажи мне. Как знаете, у атеиста иногда видно, как атрофировалась душа, вот та часть, вернее, души, которая отвечает за взаимоотношения с Богом. Слепый, кстати, не только атеисты, слепый даже верующий. Почему она его приняла за садовника? Там вот средневековый художник подумал, вот она его приняла за садовника, значит, он себя вел как садовник. Тот, кто выглядит как садовник, тот есть садовник. Поэтому в руках у Христа он там изобразил лопату или мотыгу. Мария поэтому, собственно, и обозналась, так как бы объясняет нам художник. Спаситель, пока никого не было, выполнял какую-то работу, работу садовника. Неинтересно ему сидеть без дела. В послании к Колоссянам сказано, все им стоит. Мы им движемся и существуем. Восходит солнце, вращается планета, растут цветы, рождаются дети, совершаются исцеления. Бог своим провидением все это вертит, а мы говорим, о, это естественные природные процессы. Прощаются грехи, проститутки становятся святыми, убийцы превращаются в духовных отцов. Бог работает, Бог совершает свою садовническую деятельность, а мы говорим, это благие последствия нашего просвещения. Люди получают жизнь вечную, обретают смысл жизни и утешение в скорбях. Бог работает, а мы говорим, религиозный дурман, опиум для народа. Психотерапевтическое воздействие поповской риторики. Какие же мы глупцы. Стремитесь найти Бога, Он рядом, прямо сейчас, с какой-то лопатой что-то делает в вашей душе. Не выгоняйте Его, не закрывайте от Него сердце, не пропустите Его. Потому что без воскресшего Христа все прахом пойдет. Но вот второй факт, важный. Да, второй, второй. Два пальца показываю. С воскресшим Христом жизнь кардинально меняется. Если Христос воскрес, то с Богом возможны личные отношения. Иисус говорит ей, Мария. Помню, группа была такая, високосный год. Пели песню, он называл ее по имени. Песню о влюбленном, который называл свою возлюбленную по имени. Не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то тридцать шесть, когда он очень тихо помер. Ей даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы. Две ярко-белых лилии. В знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени. И было ей семьдесят шесть, когда ее самой не стало. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там. И вновь тогда он назовет меня по имени. Какая в сущности смешная вышла жизнь, хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаках и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени. Очень простые слова любви, и я подумал, что это очень важно. В настоящей любви всегда важно по-особому называть друг друга по имени. Христос изгнал из Магдалины семь бесов. Она помнила это. Он был единственным, кто ее понял и простил. Есть, конечно, любители опошлить отношения Христа с Марией Магдалиной. Говорят о том, что они якобы там были любовниками. Это грязная ложь. Он был богом, господом и учителем для Марии, а не возлюбленным мужчиной. Но он так называл ее по имени, что всем понятно, это больше, чем романтическая любовь. Это узы возвышений брачных уз. Это любовь отца и дочери. Это любовь Бога и нового творения, преображенного из твари грязной и дрожащей. Он и наши грехи очистил своей смертью и воскресением. И он лично называет каждого по имени. Если Христос воскрес, есть у кого учиться. Она, обратившись, говорит ему, рвуни, что значит учитель. Знаете, страшно в земном пути обернуться назад и не найти учителя. Я помню, как в моем родном городе Тольятти на улице Карла Маркса, когда она начиналась, только там висел плакат. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Такой, я подумал, все детство думал, какой клевый лозунг. Кстати, эту фразу произнес Владимир Ильич Ленин. И он же был первым, кто существенно скорректировал теорию Маркса. Увы, потом в этом доме открыли модный магазин. И желающим обернуться и увидеть своего учителя ничего не осталось. Как только созерцать победу капитализма в той самой отдельно взятой стране. Когда-то там висел такой плакат с этими словами и крупным портретом Карла Маркса. «Учение Христа было бы совершенно невыдающимся, если бы он не воскрес. Учение Христа выглядело бы совершенно утопией. Нет, оно было бы прекрасно, величественно, но выглядело бы утопией. Любить врагов? Серьезно? Ха-ха. Будем любить их острым ножом. Но именно воскресший Христос дает силу любить. Когда я обратился ко Христу, вот после многих лет отступничества, я помню, как мне удалось совершенно без усилий простить врага, которого я хотел по меньшей мере избить. Вот вопрос, как это так произошло? Я знаю, что это сделал со мной Христос. Потому что без Христа хоть какое-то подобие мира, спокойствия, порядка – это результат хорошей работы полиции. У Герберта Спенсера есть интересное выражение. Нет такой политической алхимии, с помощью которой можно получить золотое поведение, исходя из свинцовых инстинктов. Алхимики хотели получить из свинца золото, не преуспели. Из свинца мир тоже получается с трудом. Христианство – это даже не столько учение. Христианство – это учитель, сам Господь Иисус Христос. Без Него учение будет мертвым. Но когда Христос воскрес, то радость общения с Ним не прекратится. Не прикасайся ко мне, говорит Иисус, ибо я еще не вошел к Отцу Моему. Очень интересно для русского уха звучит этот глагол. Хапта – прикасаюсь. Хапта – почти хапать. Не хапай, говорит Христос Марии Магдалине. Я еще не вошел к Отцу. Есть много разных толкований, в том числе и глубоких, таких, духовных, что ему нужно было войти к Отцу в небесное святилище. И нехорошо, чтобы женщина к нему прикасалась до этого. То есть нужно чистым туда войти, даже ритуально. Но на самом деле мне кажется, что здесь идея очень простая. Погоди, я еще не вошел к Отцу Моему. То есть еще вознесение-то еще не скоро. Мы еще увидимся неоднократно. Еще поболтаем. Ты вместо этого беги, там, возвести братьям моим. Сея с вами до скончания века. Знаете, многие спрашивают, так ли уж нужен нам Христос в век атома, генетики, информации, космических полетов. Обыватель так рассуждает. Ну и стоит ли этому удивляться? Мы привыкли, что все в нашем мире стремительно устаревает. Просто стремительно. Я не говорю о компьютерах даже, да, или о телефонах. Там проходит пять лет, и все, телефон безнадежно устарел. Любой там компьютер устаревает и так далее. А взгляды разве не устаревают? На моей только памяти незыблемые, значит, такого невероятного масштаба космологические концепции, мейнстримовые, в науке сменились дважды. А мне пятьдесят вот только скоро исполнится. Две тысячи двадцать третий год, конец две тысячи двадцать третий. А иногда взгляды одного и того же человека так радикально меняются, что люди спрашивают, а это правда один и тот же человек? Да вот меня бы взять, да? То есть я же был комсомольским активистом. Потом я был баптистом. Сейчас вот я старокатолический митрополит. Некоторые крутят пальцем у виска и говорят, что такое с человеком? Почему он так меняется? Да тот же Маркс из ярого сторонника Гегеля стал его критиком. Философские системы устаревают. В нашем изменчивом мире изменяются даже мировые религии. А вот Иисус Христос, сказано, остается неизменным. О Господе сказано, ты тот же. Любое изменение – признак несовершенства. Изменение связано либо с совершенствованием, ну, как в моем случае, мне хочется надеяться, ну, либо с утратой совершенства. Христос совершен во всем, потому что его совершенство – божественная природа. Христос не находится в процессе становления, как каждый из нас. Никто и ничто не заставит его изменить себе. Григорий Низский, святитель Григорий Низский, писал в четвертом столетии. Божество не подлежит превратностям и изменениям, так как нет ничего такого, что было бы лучше его и во что оно могло бы приложиться. С Христом можно говорить. Мне нравится это больше всего в молитвенной жизни. Только не хапайте его, не делайте его своей собственностью. Он всегда с нами. Поделитесь им с другими. Когда Христос воскрес, Бог становится ведь еще и нашим отцом. Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему. Это очень интересно. Бог никогда не говорит «наш отец». Он говорит «ваш отец» либо «мой отец». Отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Интересно. Ну, даже отче наш, молитесь же так. Это вы молитесь, отче наш. Он всегда проводит эту разницу. Его отношение с отцом совершенно иного рода, иной природы. Он предвечный Бог, сущий в недре отчим. Единородный Бог. Это Пресвятая Троица. Он вечно рождающийся, да, вечно рожденный, предвечно рожденный, вот, от Бога. Но Бог может стать отцом и для нас в несколько ином смысле, как в притче о блудном сыне. Он готов простить нам все наши неправильные поступки, все наши глупые и дерзкие слова, которые мы когда-либо произнесли против Него, все наши мерзкие дела, которые мы сделали и думали, что никогда никто о них не узнает. Он готов принять нас, обнять и простить. И вот, когда Христос воскрес и вошел на небеса и приготовил нам этот путь, Он говорит, это ваш Отец и Бог ваш. Если Христос воскрес, то эта весть должна быть возвещена всем. Там Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Именно поэтому мы возвещаем воскресшего Христа. Эту радость трудно удержать в себе. Помню, я в юности так любил группу Битлз, что всем готов был о ней рассказывать. Даже там знакомился с девушкой, мы там разговаривали о чем-то, и я говорил, хочешь, я тебе про Битлз расскажу. Вот и рассказывал. И рассказывал так самозабвенно, что люди слушали, и всем было интересно. Теперь люблю также рассказывать о Христе, вам рассказывать. Как бы мало я не спал предыдущей ночью, но я знаю, что я поставлю камеру и буду говорить с вами о Христе, о Евангелии. И это самое прекрасное время во всех вот этих сутках, когда я записываю эту передачу. Знаете, мы рассказываем всегда о том, что нам кажется прекрасным, замечательным, крутым. Кем мы действительно восхищаемся, о том мы и рассказываем. И Христос это тот, о ком не стыдно рассказать и на смертном адре, и даже если ты лежишь где-то на пляже на отдыхе, если сосед тебя спрашивает, а что у тебя на руке, там, розарий, может быть, или крестик какой-нибудь особый, ну и так далее. Это, знаете, всегда интересно, всегда здорово об этом рассказать. Мощь Евангелия я видел и ощущал, как будто когда люди обращались ко Христу, изменяли свою жизнь. Ох, как это прекрасно! Получали прощение грехов. Когда все в их жизни менялось просто кардинально. Христос воскрес. И наш рассказ обретает силу изменять человеческие жизни. Знаете, если набрать в поисковике фразу «Христос изменил мою жизнь», вы получите более 70 тысяч ссылок на разного рода свидетельства людей о том, как Христос это сделал. Биолог Ли Сильвер в книге «Переделывая Эдем» пишет, что через какую-нибудь сотню лет генетики создадут качественно новый вид человекообразных. Это существо будет либо полностью синтетическим, либо биосинтетическим. Человеку, кажется, надоело быть человеком, подверженным порокам смертности. Хочется новой жизни, а еще лучше жизни вечной. Еще бы и сознание на флешку научиться записывать, все органы печатать на биологических каких-нибудь принтерах, потом сознание перезаписывать в новый мозг. А Христос переворачивает нашу жизнь без этих странных превращений нас в роботов. Священное Писание не повествует нам о жизни Марии Магдалины после воскресения Христа. Но можно не сомневаться, что раз она была в самые страшные минуты с ним, у подножия его распятия, значит, она была с ним и дальше. Священное предание повествует нам, что когда апостолы разошлись из Иерусалима на проповедь, то вместе с ними пошла на проповедь и Мария Магдалина, отважная женщина. На ее сердце было полно воспоминаний о воскресшем. Она оставила родной край, отправилась в языческий Рим и везде повторяла то, что сказала в то воскресное утро апостолам. «Я видела Господа». С этой проповедью обошла всю Италию. И по преданию явилась даже самому императору Тиберию. Благовестовала она ему о Христе. По преданию она принесла ему красное яйцо, как символ воскресения, символ новой жизни. Со словами «Христос воскрес». Рассказала императору о том, что в его провинции Иудеи был безвинно осужден Иисус Галилеянин, «Муж святой, творивший чудеса, сильный перед Богом и всеми людьми, казнен по наветам иудейских первосвященников». И приговор утвердил назначенный Тиберием прокуратор Понтий Пилат. Мария повторила слова апостолов, что уверовавший во Христа искупленный от суетной жизни, нетленным серебром и золотом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. И благодаря Марии и Магдалине появился вот этот обычай дарить друг другу пасхальные яйца в день Светлого Христового воскресения. Интересно, что в одном греческом уставе, написанном на пергаменте, помещена молитва, читаемая в день Пасхи на освящение яиц и сыра. И там указывается, что игумен, раздавая освященные яйца, говорит братьям, Так мы приняли от святых отцов, которые сохранили сие обыкновение, от самых времен апостольских, ибо святая равноапостольная Мария Магдалина первая показала верующим пример сего радостного жертвоприношения. Апостол Павел в послании к римлянам 16.6 упоминает некую Марию, которая много потрудилась для нас. Возможно, это Мария Магдалина. Из Рима святая Мария Магдалина в преклонном возрасте пересиделась в Ефес. Там уже также трудился апостол Иоанн. Из ее слов он написал 20 главу своего Евангелия. Там закончила святая свою земную жизнь и была погребена. А в Евангелии от Иоанна остались вот эти свидетельства о том, что Мария подумала, что это был садовник. Воскресший Христос, дорогие мои зрители, с мотыгой или с лопатой где-то рядом с вами возделывает садик. Может быть, чье-то сердце преображает и называет вас по имени особенным образом. Обернетесь ли вы на его оклик по имени? Обнимете ли его? Обрадуетесь ли, когда радостный, хохочущий Бог, победивший смерть, возьмет тебя за руку, изменит твою жизнь и вытащит тебя из ада и смерти, из этой жизни прогорклой, мерзкой, которая закончится вечными мучениями. А Христос поведет тебя за собой. Решать каждому из вас. Христос воскрес из мертвых. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Бог даст, увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok